Ну что ж, будем начинать наш эфир. Это первая онлайн-конференция Белорусской Ассоциации Журналистов. Это пилотный выпуск. Мы спадеемся, что если справа пойдут добрые, на самом деле наша техника не подведет, то мы будем делать онлайн-конференции частей и это станет некой практикой. Сегодня 5 листопада. 5 листопада – это сусветный день станем за журналистку. Эта акция проводится Международная Федерация Журналистов по всем свете. Розные журналистские объединения выздумают все эти иншие проблемы, связанные с журналистикой в их краинах. Мы долго разважали над тем, какая проблема наибольшая актуальная такая в Беларуси и вы решили, что этот день мы присветим беларускому интернету и назовем нашу акцию «Станем за свободный байнет». Вы памятаете, что тягом опошнего часа беларуский интернет затыкаался с разными видами перешкодов и я крышку нагадаю то, что отбывалось с тягом минулого года. Кали памятаете, 19-го снежного минулого года, кали отбылась девальвация, одразу шерох интернет-сайтов, наибольш популярных у Беларуси, да их просто с них доступ. Вельм великая колькость сайтов была таким чином отключена. Все почалось с информагентства «Белопан», сайта «Новины бай» и так само шерохинщик сайтов трапили под такое верное отключение. Тогда Беларуськая ассоциация журналистов зверталась одразу у шерох державных установов в управление КА, Министерство внутренних справ, Генпрокуратуру, оперативно-аналитичный центр при президенте Беларуси. Вот так само нам отказало Министерство совести. Мы звертались с потребованием тумаченьев, кто отключил эти интернет-сайты и повод для кого решение. Потому что на тот момент новые поправки в закон об СМИ не действовали и блокование не могло быть легальным. Все эти органы, управление КА, прокуратура, ААЦ, Минсувезе отписались в Беларусской ассоциации журналистов, что они не принимали никаких решений по блокированию громадско-политичных сайтов и таким чином кола замкнулась о том, что держава сказала, что она не веда и ничего не робила. Но люди для сайтов доступа не имели. С первого сезона Министерство информации может блоковать сайты по разных причинах. Мы уже имеем целый шарик кейсов таких блокований. Самый, может быть, гучный кейс, это было блокование сайта Куку.орг, потому что другие сайты были блокованы за нецензурную лексику, как поведомляет Миннфарм, за другие провины, такие, как продаж спайсов, и так далее. Но Куку.орг трапил по раздачу за конкретной публикацией, когда мы памятаем, шла говорка про Великую Айчинную войну. Коли радости от этого, наша конференция сегодняшняя называется «Сегодня и завтра» беларуского интернету. Что нас чекает завтра? Как вы видите, первого студента 2016 года вступают в день нечерково измененного законодательства, и беларуские провайдеры теперь уже обязаны будут за всеми нами с вами сочить и записывать всю информацию об наведанных нами сайтах. Это безумовно так само не может выкликать клопоту нашего, но по куль на это мы никак не можем поплывать, и по куль не вядомо, как на самом рыче будет выглядеть ситуация, потому что есть еще один аспект с забороной выкористания анонимайзера так само с первого студента, но вот это первое студенте, такой день, когда из первого студента 2015 года поправки в СМИ, в первого студента 2016 года вот эти логи, запись, в такие нестабильные часы живем, тем больше, как видите, еще динаминация нас чекает. Тому про все это будем сегодня гутарить и попробуем проанализовать ситуацию и подумать, что нас может чекать в ближайшее будущее. Я представлю наших гостей. Сегодня с нами керавник проекту «Геймо из Беларусь», доследчик и незалежный эксперимент, эксперту галлиния развития интернет-технологий, Михаил Дорошевич, и Алексей Козлюк, супрационник по доследованиях и правовых пытаниях Центра правовой трансформации «Лоу-Тренд». Гэты гости тут не выпадковы, потому что каждый из них является экспертом у галлиния интернета и он мая, что нам сказать. Напевно, первую часть конференции будем говорить про интернет сегодня. И тому первое такое пытание, господа Михаила, расскажите крышку про Байнет. Вы его, можно, вас называют статистом белорусского интернета, вы ведаете пульс, где треба мерить тиск белорусского интернету. Что такое на сегодняшний день белорусский интернет? Ну, добрый день всем, кто слушает эту прекрасную передачу и возможности что-то сказать. Я специально уже знаю какие-то предварительные вопросы, немножко подготовил цифр, которые еще как-то нигде не говорили и особо не обсуждали. Ну и один из первых вопросов растет ли белорусская интернет-аудитория? Растет. То есть, если сравнивать сентябрь 2014 года с сентябрем 2015 года, то белорусская интернет-аудитория вырастала на 3%. То есть, если это в прошлом году было 4 миллиона 920 тысяч человек в возрасте 15-74 интернет-пользователей, то сейчас это 5 миллионов 69 тысяч. Много или мало это? Конечно, по сравнению с 2009-2011 годом, когда интернет-аудитория белорусская росла по 10%, кажется, совсем немного. На самом деле, это более чем достаточное количество, с учетом того, что люди в возрасте 20-45, наиболее активные, наиболее интересные для рекламодателей, они уже все практически в интернете. То есть, уровень проникновения в этой группе составляет почти 100%. Да, естественно, гораздо меньше людей в более старших возрастных группах, естественно, 55-74, но их число, например, по сравнению с сентябрем прошлого года, увеличилось на полпроцента, что тоже неплохо. Естественно, если говорить о дальнейшем росте белорусской интернет-аудитории, то он имеет естественные границы, но, смотрите, глобально сейчас такая общая стоит задача, кто будет следующим миллиардом людей в интернете в мире. Для Беларуси ее можно сформулировать, когда же следующий миллион белорусских интернет-пользователей появится. И для этого, конечно, требуется больше усилия, чем требовалось буквально 5 лет назад. Потому что они связаны с теми барьерами, то есть нужно понимать, почему эти люди не в интернете. То есть, естественно, это и возможности доступа, возможности и умения, навыки работы с компьютерами, необходимые интернет-сервисы, новостные и всевозможные сервисы, которые бы этих людей заинтересовывали и позволяли использовать. Естественно, ну, это как раз все можно объединять термином медиаграмотности, которая очень важна для того, чтобы новые люди приходили в интернет, не боялись его, умели им пользоваться, в том смысле, с точки зрения безопасного использования, и это продолжало расти. Ну и еще, если сказать пару слов про цифры, какие произошли по сравнению с прошлым годом, то, что я считаю хорошее, опять же таки, уменьшилась чуть-чуть доля интернет-пользователей из Минска на 0,42%, и наоборот увеличилась доля людей и пользователей интернета из малых городов и сельской местности, ну и чуть-чуть произошли изменения в структуре людей с уровнем образования, но тем не менее, напомню, что основной группой пользователей интернет-беларуси это люди со средним специальным образованием. Ну и да, в силу обстоятельств увеличилось на 0,68% число людей, например, относящих себя к безработным. Ну и последняя из цифр, чтобы дать возможность поговорить Алексею, которую, вот то, что я начинал рассказку про эти цифры, про увеличение аудитории на 3%, более существенным и важным я вижу то, что увеличились дневные аудитории, то есть это увеличение произошло на 3,4%, то есть и вот если в начале разговора упоминалось студент прошлого года, этот день, с одной стороны, был локаут сервиса, с другой стороны, это был рекорд по посещаемости интернета, то есть это было более 4 миллионов человек, которые, вот, 19 декабря прошлого года, они были в интернете. Ну, сейчас вот средняя цифра по сентябрю, это 3,382 миллиона ежедневно. Это миллионы. Думайтесь, это очень большие цифры. Таким чином интернет-аудитория расте и интернет больше проникая в регионы, как бы закопляет и слои насильства, которые не лечились ранее классичным интернетом аудиториям. Так. Расскажите, вы проводите доследование относно того, откуда белорусы черпают новины, чем текаются, если так вот брать наступство украинско-российского кризиса, то, что зараз называется информационными войнами, эти порушившиеся куда-то, так сказать, фокус, фокус уваги белорусских интернет-четачев. Что зараз в топе? Так, в самом-самом топе. Ну, смотрите, это очень хороший вопрос, он совпадает, вот на сайте были тоже вопросы, один из них как раз касался, почему такое большое количество интернет-пользователей, к примеру, пользуются российскими ресурсами новостными. Смотрите, с точки зрения новостных ресурсов, однозначным лидером, однозначным лидером является новостная новости на Тутбай. То есть, если брать не даже весь портал, потому что, ну, там есть различные тематические, и там новости есть, например, в 42 Тутбай, и в Лиде Тутбай, и в Финансы Тутбай, а только брать их специально отдельно, разделу новостей Тутбай, то это раздел, который очень серьезно как раз вырос за текущий, ну, вот если брать год к году, я боюсь ошибиться в точных деталях, в точных цифрах, но 1,35 миллиона, это вот была месячная аудитория. Это радикально больше, это в два раза больше, чем следующие, например, новостной раздела Mail.ru, или если сравнивать с, ну, вот, не всегда исторически нравящимися новинами Бай, то месячная аудитория новинок Бай, это было 212 тысяч. То есть, можно сказать, что белорусы стали больше читать новинок на Тубае, а не на Майдру, где... Я сказал бы так, есть безусловный лидер, есть безусловный лидер, который, нет всяких сомнений, и в нынешний момент без конкуренции. Если же говорить про другие новостные ресурсы, то, в принципе, аудитория общая, то есть, с учетом того, что люди посещают различные новостные ресурсы, она не поменялась. Она не поменялась. Это такая... Вырос процент минавито вот Тубая и... Ну, да, то есть, есть какое-то количество, естественно, активных интернет-пользователей, которые там пробегают по десятку ресурсов, попадают через социальные медиа и так далее. Но есть, которые консервативные, часть пользователей, ну, как я помню, когда я смотрел специально на том же новостном разделе Тубая, это может быть порядка 700-800 тысяч, которые из всех остальных вообще никогда не бывают на других новостных ресурсах. То есть, им достаточно новостей Тубая. Если же говорить с точки зрения событий, которые происходят вокруг нашей страны, то да, специально как бы добавляли, были мною в исследование украинские новостные ресурсы, и они более чем популярны. Многие украинские ресурсы, например, сегодня UAE, цензор, ну, там их, наверное, полтора десятка этих новостных ресурсов, которые более популярны, чем достаточно известные белорусские новостные сайты. И я, в принципе, считаю, что это хорошо, потому что это означает, что, когда есть тревожащая и важная для людей ситуация, новостная, ну, и вообще события происходящие, то люди, которые пользуются новостями в интернете, они ищут, будем считать, первоисточник, ну, то есть, чтобы не искать уже пересказанное, уже или, ну, перекопипащенное. Я понимаю, это вакуле, это можно сказать, так само, не называть меда-играмотностью, потому что люди не шукают, как бы, с посылки, там, про стресси и руки, а шукают. Совершенно верно, они не ленятся, ну, опять же, смотреть украинское онлайн-видео, как эспрессо, громадское. Если же, вот, опять-таки, вернуться к вопросу, касающимся российских новостных ресурсов, я уже много лет всячески стараюсь обращать внимание на вот этот вопрос, и считаю, что здесь очень важно анализировать и понимать конкурентно, конкурентоспособность, скажем так, белорусских новостных ресурсов с российскими. И если российские ресурсы, причем мы не берем локализованные российские новостные ресурсы, ну, как новостной раздел мейла, агрегатор Яндекса, который специально для белорусов готовит информацию, она состоит из белорусских новостей, и это, можно сказать, локализованные российские ресурсы. Если говорить вот про популярные российские ресурсы, как, например, РИ, ВЕСТ, ну, и весь очередной спектр, то, в которых нету специально выделенных, или тот же НК популярный, в которых специально нету лент, ну, и так далее, газет, РУ, ну, опять же, это большой список, нужно понимать, что, к сожалению, тут как раз такая интернет хорош тем, что это всегда какая-то экосистема, и медиа, они в принципе везде, они находятся в какой-то экосистеме, соответственно, чтобы произвести контент, требуются какие-то деньги, и более чем значительные, и контент должен удовлетворять целевой аудитории, то есть то, что должно быть интересно пользоваться, силу многих обстоятельств, в Беларуси источников новостных немного, изначально, этим объясняется, например, популярность Белты в Советской Беларуси, потому что они могут предоставлять новости легально, вовремя, зачастую объективно, более чем. И вельми часто эксклюзивно, потому что не имеют доступ и... Совершенно верно, совершенно верно, и поэтому естественно, люди для того, чтобы прочесть новость, читают их там. Но если же возвращаться к российским, то я, например, недаром говорил про цифры, то, что большая часть белорусских интернет-пользователей, они со средним специальным образованием. Так, если смотреть из 60 с лишним новостных ресурсов, которые мы анализируем, у тех, у которых индекс соответствия данной целевой аудитории как среднее специальное образование, это буквально только новостный агрегатор Яндекса. То есть, другая вещь, которая тоже очень важна, многие целевые группы не живут в режиме Reuters, и FP, они совсем иначе потребляют новости. То есть, многие группы людей в Беларуси, они не все время находятся в интернете. Соответственно, многие, например, те, которые по роду деятельности относятся к квалифицированным рабочим, мастерам, те же студенты, они потребляют новости выходные дни, в пятницу и выходные дни, в это время, когда белорусские новостные ресурсы зачастую отдыхают. Другая вещь, ну, опять же, в рамках сегодняшнего дня и там мероприятие, которого было до этого коммуникационного, я начал смотреть новостную ленту. Белорусская новостная лента просыпается часам девяти, причем в промежутке между семью и девятью утра, это новости вчерашнего дня, при том, что нету культуры потребления печатной газеты, я думаю, что подписка упала, и та традиция чтения газет с утра и так далее. Но, казалось бы, в новое время, когда люди с мобильными устройствами опять же таки завтракая потребляя новости, они из интернета и не могут их потребить. Поэтому не удивляйтесь, что называется популярность телевидения. И, естественно, если вернуться опять же к целевым аудиториям, то есть если рассматривать крупные промышленные города, не областные, или малые города, сельскую местность, где многие не знают названий популярных в принципе для национального уровня белорусских новостных ресурсов, они смотрят телевизор, они знают веб-сайт телекомпании, ну, Вести, Первого телеканала российского, вот, например, он в мае был очень популярен, начали разбираться, это было связано с тем, что в мае было Евровидение, и тогда и веб-сайт телевизионное радиовещательное компании Беларуси стал более виден, то есть, когда есть контент, который интересен людям, тогда он и популярен, и так далее, вот, одни из основных, ну, это, можно долго прорезать. Это веб-мите кого, я веду, что в это видео и зараз глядете, и потом на нашем сайте будут глядеть многие наши коллеги, которые обрацуют как раз в информационных выданиях, и для их это вельми важный стимул, потому что я так само начинаю там 7, 7, 30 и лезу в интернет, как и напевно, и большинство аудитории. С поддаром Михаиле, еще, когда вытарим белорусский интернет сегодня, когда 10 отлично, много вопрос задают, как влияет наявность такого жесткого довольно интернет регулирования в Беларуси на бизнес, на прац в интернет, это регулирование, например, я не знаю, в России так само есть структуры, которые постоянно блокуют, там эти блокования тысячами увеличаются, хотя многие европейские краины называют значительно больше свободными для интернета, чем Беларусь. И те отбиваются на працу в интернете, на бизнесе в интернете, сегодня конференция деловой интернета, я думаю, что там эта тема так само уздымается. Смотрите, это тоже был вопрос, и он очень хороший, интересный, и он именно как-то позволяет поразмышлять, подумать на этой теме, но опять же опираясь на цифры, вы знаете, на мой взгляд, опять же я уже начинал говорить про экосистему, мы к ней вернемся, белорусский, и здесь наверное я скажу достаточно такую страшную вещь, но белорусские медиа в своем большинстве они не находятся в экосистеме интернет-бизнеса белорусского, это очень серьезная проблема, если смотреть с точки зрения денег, их не очень много в белорусском интернете, не очень много, например, то есть это берется то количество денег, которое было, делится на интернет-пользователей и если говоришь, что в прошлом году эта цифра была на уровне 20 миллионов долларов, то делим на 5 миллионов интернет-пользователей и получаем порядка 4 долларов рекламных денег, это с одной точки зрения, с другой стороны большая достаточно часть этих денег, это 40% это достается российским площадкам, и многие по естественным неестественным находятся вне этой системы, то есть они никак не заинтересованы, то есть они одни не могут получить по каким-то причинам, другим это неинтересно получить, тоже по каким-то причинам, соответственно это приводит, так как мы двигаемся по экосистеме, денег не очень много, медиа вне этой системы, плюс жесткое регулирование, как вы говорите, жесткое регулирование, было бы, вы сослались на Российскую Федерацию, да, есть примеры, когда жесткие регулирования не останавливают интернет-бизнес, то есть они его переформатируют, и так далее, да, это пример России, да, это Украина, но это страна, у которых есть огромная аудитория, и она настолько огромная, и настолько много денег находится на этом рынке, что бизнес глобальный вынужден подстраиваться под эти страны, то есть вот без всяких он вынужден как-то, то есть это долгая игра, это политика, как политика в том смысле, что это можно вести переговоры, договариваться, находить какие-то общие точки консенсуса, и так далее. А в Беларуси? получается проблема, денег мало на рынке, медиа вне рынка зачастую, соответственно, это не и получается, что двигаемся дальше, большое количество людей находится вне этого круга, потому что опять же для белорусских интернет-бизнесменов, людей, которые находятся в индустрии, гораздо же проще и понятнее производить продукт для какого-то глобального клиента, делать мобильное приложение, игры и так далее. То есть это, конечно, отлично, это популяризирует страну, это создает дополнительный источник дохода, достаточно большое количество людей имеет возможность получать достойную знаниям, навыкам зарплату на глобальном уровне, но с точки зрения внутреннего белорусского интернет-рынка это не есть хорошо, потому что естественно, белорусские интернет-компании мало того, что они мало получают денег, контент нужно производить денег, они не могут платить людям те зарплаты, которые могут платить те, которые никак, они только живут. И когда это подсумевать, то можно сказать, что жесткое регуливание, но в принципе не уплывая, потому что не мало на что уплывать. Понимаете, опять-таки нет, и тут я как раз не соглашусь, потому что для всяких вот таких небольших рынков для того, чтобы они росли, важно, чтобы были принципы не жесткого регулирования, а саморегулирования. То есть к этому, но для этого, естественно, должны быть какие-то консолидированные группы интересов, в хорошем смысле всех этих слов, которые ответственны и понимают, как надо стремиться развивать, задумываются и так далее. Потому что тут я позволю себе аналогию. Есть старинное у меня такое предприятие Алексей Хацкевич, который известен как художник и как Саша и Серожа был такой проект, который вообще считал такой проект про то, что нужно делать поросят в квадратных коробках, чтобы они уже сразу же были в таких прямоугольных формах. И, к сожалению, белорусский интернет вот из-за жесткого регулирования он оказывается вот тем поросенком в жесткой коробке. Вместо того, чтобы дать ему возможность вырасти, то есть за счет саморегулирования этических каких-то моментов, люди же у нас все разумные, образованные, вообще все друг к другу исходим из того, что люди хорошие и все друг к другу хотят добра и чтобы жить хорошо и лучше. На вашу думку держава не разуме гады махчымасти повеличить? Ну, смотрите, держава, я вообще не сторонник такого термина, то есть все-таки держава мы с вами информация, Мурат, они же разумеют, что когда будет свобода, будет значительно больше бизнеса, значительно больше гроша в Украине, может быть отвязка от России во многих пытаниях, потому что бизнес будет властным повеличиваться, чему не дать свободу на вашу думку. я думаю, что мы возвращаемся к вопросу медиаграмотности, то есть люди естественно опасаются, то есть плюс они имеют какие-то негативные примеры, которые были в мире и они видят эти негативные примеры и как-то пытаются приложить на белорусскую действительность и зачастую это как называется дуть на холодную воду как-то так это звучит да, 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 да то есть с другой стороны опять же я сторонник смотреть того, что происходит в регионе смотреть, что происходит в Центральной Восточной Европе и от того, что возможности для интернет-бизнеса всюду каждый интернет-бизнесмен всюду скажут, что тяжело что и регулирование и на европейском уровне и в Соединенных Штатах всюду есть какие-то попытки правительства ограничить другой встречный процесс общественности бизнес свою позицию отстаивать это всюду это и это нормально да, совершенно верно совершенно верно и опять же таки вот готовясь к сегодняшнему разговору я посмотрел на такую страну как Сербия страна которая сопоставима с Белоруссией по численности населения по числу интернет-пользователей и еще вот историческом вот каком-то ракурсе то есть в девятом-десятом году по количеству денег которые приходились на интернет-пользователей Белоруссия и Сербия были такие страны находившиеся на одном уровне то есть порядка одного доллара рекламных денег на одного интернет-пользователя сейчас я посмотрел самые свежие их цифры то есть только ли что по медийной рекламе то есть не включая контекстную классифайз и все прочие там поиски и так далее в Сербии порядка 6 долларов на интернет-пользователей если смотреть топ сербских ресурсов то в этом топе из 7 ресурсов которые более миллиона имеют аудиторию в Беларуси возвращаясь более миллиона аудиторий белорусских аудиторий это имеет онлайн рейтутбай там 7 из этих 7 только один классифайз 6 это новостные ресурсы 4 из них это подкреплены газетами то есть это есть и газеты и это есть веб-сайты которые популярны во многие из них имеют какие-то глобальные корни ну то есть там они принадлежат Алек Шпингера например Блик РС первый сайт с более двухмиллионной аудитории и так далее то есть ну вот понимаете и для рекламодателей и да вообще рекламная экосистема не есть хорошо когда ну тяжело когда ограниченное количество площадок большое безумовно и например если опять же таки сравнивать с той же Украиной то там опять же там среди топ-10 ресурсов нет украинских ресурсов то есть вот например в Беларуси с этим лучше но там зато медийные новостные которые имеют охват 10-20 процентов это очень большая группа сайтов то есть это порядка 10-20 новостных ресурсов и это позволяет ну естественно и они зарабатывают они находятся в каких-то медиахолдингах ну и так далее то есть эта система становится когда медиа участники рынка она становится более устойчивой по многим причинам и напевно опоржня такое питание в этого первого блоку как вы сами думаете если нечто подобное будет в Беларуси если будет великая колька рекламных грошей на кристальника если мы можем быть паравнальными с Украиной и с Россией по узровню этих рекламных грошей на одного кристальника смотрите какая здесь вещь то есть я конечно верю что будет все хорошо это однозначно калий вы знаете 20-30 годов деньги опять же таки что происходит чем опять же таки интернет как канал коммуникации тут опять таки с другой стороны разговор смотрите то есть все предыдущие каналы коммуникации например который характеризовался 20-й век это как радио или телевидение в них вначале тоже была очень легкая точка входа и доступа очень легко было в начале истории но не в советском союзе конечно начать свою радиостанцию или телевизионное вещание интернет он характеризовался в первый период что тоже точка доступа входа она легкая она сохраняется с одной стороны легкая и сейчас но естественно уже все понимают для того чтобы это было не просто хобби или забавным развлечением и превращалось в бизнес в работу и в какое-то влияющее это требует денег но просто-напросто исторический период по времени он слопнулся то есть если там радио десятки лет телевидение десятки то интернет счет идет на годы решения то есть мобильные изменения произошли буквально в течение трех последних лет и я бы затруднялся предсказывать какие изменения произойдут в ближайшие годы с другой стороны я бы опять-таки старался не ориентироваться на такие большие страны как Украина Украина большая страна и как Российская Федерация потому что те страны где извините меня в Украине 20 миллионов в России более 50 миллионов интернет-пользователей они находятся несколько иной весовой категории и они будут ну по ряду причин более интересны в любом случае чтобы не происходило и рекламодателю и пользователям и так далее в Беларуси скорее вот тут надо суммарно смотреть на балтийские страны сравнивать с такими нового рода странами как Словакия Болгария ну вот этими регионами я думаю что при правильной и разумной политике все очень легко достижимо при правильной и разумной политике все мягчимое это был прогноз от Михаила Дорошевича и напевно мы перетекаем по тиху другую участку нашей сегодняшней встречи и будем разумлять про то что нас может ждать с первого студента и наоборот с какими проблемами затыкается белорусский интернет я уже сказал про блокование сегодня 5 листопада в сусветный день станем за журналистику многие активисты Белорусской ассоциации журналистов всябры нашей организации фили нашей организации проводят разные кампании разные мероприемства в регионах про это все вы можете прочитать на нашем сайте под огульным нашим сегодняшним слоганом станем за вольный байнет мы сегодня так само дослали черговый зворот у министерства информации мы вовле не даем им расслабляться когда еще раз сказать мы часто накрываем эти иншые звороты запыты и так далее потому что мы лечим что нават когда это министерство имеет прямое решение об блоковании мы все равно должны им нагадывать весь час капать потому что кропли тоже с камень и в этот день так само варто поразмолвать про вот эту ситуацию с блокованием с тем как изменится ситуация с первого студента я попрошу которые стоят перед байнетом я бы сказал не только перед байнетом потому что все таки делить интернет на национальные сегменты это скажем не совсем общепринятая практика это это к сожалению тенденция мы умовно поделяем байнет мальченов вазе корыстальников в беларуси их доступ до глобальной сетки потому что ну кукуорхен был в зоне вор заблокованной вазе да это как раз понятно просто проблема в том что те вызовы которые стоят перед байнетом они на самом деле общие для для всего интернета и в общем для для свободы слова по всему миру и вот эти тенденции которые сейчас происходят в беларуси те опять же тоже регулирование которое вводится мы его можем увидеть и в других странах немного в других проявлениях но тем не менее и собственно я бы говоря о вызовах которые стоят перед байнетом сосредоточился на двух интернет цензуре интернет цензуре и вопросах массовой слежки в интернете в общем мы в первую очередь когда говорим об интернет цензуре имеем ввиду фильтрацию контента либо блокировку сайтов то есть те нововведения ну скажем нововведения то что было то что постепенно вводилось на протяжении последних пяти лет и здесь это только одно из проявлений интернет цензуры собственно изначально это было ну что ли в общем все началось с 2010 года указ номер 60 когда впервые на законодательном уровне был введен некий порядок блокировки 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 не для всех блокировки только для государственных органов каких-то государственных учреждений собственно это была такая скорее обкатка порядка блокировки ну и и работала она ну скажем по-разному в нее в том числе попадали под эту блокировку попадали и общественно-политические ресурсы на вскидку можно вспомнить сайт правозащитного центра весна хартию 97 потом блок клипковича да то есть все эти истории они были в свое время на слуху но опять же подавляющее большинство пользователей байонета не ощутили на себе эту блокировку потому что опять же это была блокировка только для некоторых государственных институций вопрос был имеет ли государство право на такую блокировку ведь она она же не затрагивает обычных пользователей но тем не менее это был такой звоночек для свободы слова вопрос за что сайты блокируются хорошо есть информация которую распространение которое ограничено распространение которое может нанести серьезный вред тем же общественным интересам национальным интересам информация экстремистского характера информация которая пропагандирует оборот наркотиков порнографический контент и так далее но если смотреть и вчитываться в формулировки окажется что формулировки которые касаются экстремизма в беларуси слишком расплывчатые собственно под экстремизм можно подвести очень многие достаточно безобидные вещи вот там у нас стоит пресс-фото 2010 экстремистское выдание ну это напомним такой самый яскравый приклад который скажет про экстремизм в беларуси да это хороший пример ну и собственно например запрет каких-то материалов которые связаны с ущербом национальной национальным интересам вопрос что такое национальные интересы какой ущерб считается достаточным для того чтобы ограничивать свободу слова где этот баланс мы всего этого не имеем в законодательстве и правоприменительная практика как раз таки показывает нам что вот этот баланс смещается точно не в сторону свободы свободы слова и те последние нововведения ну скажем нововведения конца 2014 года которые вступили в силу с начала 15-го года то есть изменение в закон о средствах массовой информации как раз распространяют вот этот режим блокировки делай делай это проблемой для всех пользователей изначально заявлялось что блокированы общественно политические ресурсы точно не будут блокироваться потому что блокировки направлены на тот же вредный контент который связан в том числе с оборотом наркотиков порно контентом и так далее но при этом мы увидели что то есть мы увидели блокировку новостного ресурса как это влияет и как то есть у всех вот этих форм цензуры на самом деле есть определенные эффекты которые проявляются проявляются опять же для общества для владельцев этих ресурсов для пользователей ресурсов вот я назвал бы три из них и опять же рассмотрел это на примере блокировки кукуорг достаточно хорошо описан то есть исследования на самом деле не очень много но при этом достаточно хорошо описан эффект стрейзен применительно к кукуоргу вось так само это вельми важная тема нашей встречи потому что задавали себя пытания саправды блокировка это смерть для сайта вось кто терпит можно нечто пробить или сайт блокируется вельми добрый приклад исследование которое было опубликовано на девбай как раз говорила о том как блокировка воздействует на сайты в краткосрочной перспективе и в долгосрочной граниру кажется применительно к российской ситуации потому что методы достаточно схожие и собственно исходя из этого можно как-то просчитать эффект блокировки в Беларуси насколько мне кажется так вот первые дни после блокировки как только контент доступен либо в социальных сетях либо на каком-то параллельном домене сразу же сразу же растет растет посещаемость причем взрывным образом ну безумно потому что все сайты пишут про кукор и безумно каждый человек пытается зайти а эти далее эти максимумы утримаются неких использований им же треба набирать не кукор а кукор им то есть это реально дальше конечно интереснее во первых интересно что эффект возникает из того что некое лицо либо государство пытается ограничить информацию вместо этого эта информация распространяется среди большего круга лиц то есть изначальные цели не достигнуты затем были даже заявления о том что любые средства массовой информации которые будут перепощены так 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 была такая заявка мини-фарма они тоже будут подпадать под блокировку ну там по великим рахункам была заявка про то что что на вот из посылаться на этот сайт перепостиваясь то ясно что не потому что когда их заблоковали забороненный контент то когда ты другуешь забороненный контент на своем сайте то ты по-любому трапишь под блокировку ось алия на них там на кольке я память доказала про посылки и реклама там угучала слово осьга этого сайта хотя это абсолютно по замежам и закона потому что ну когда ты посылку ставишь это же не распространение информации это ты просто посылку ставишь совершенно верно дело в том что вот эти все эффекты не знаю насколько они были просчитаны но вот эффект распространения информации сработал дальше конечно идет немного хуже потому что все таки в долгосрочной ну в среднесрочной перспективе посещаемость падает опять же не на много но падает но потом со временем восстанавливается даже если ресурс остается заблокированным со временем вот этот ну трафик можно так назвать он приходит к первоначальному значению ну по крайней мере если операция на данные исследования да вот Алексей вы казали про блокировки на кольки это могли перспективно блоковать кали заблоковали кукуорк все поставили нанимайзер зашли на кукуорк там кто-то скористался там браузером с которым одразу прокси сервером разбудованы вот хотя многие люди казали что доступ все равно был обмежеванный и они имели тяжкости с доступом вы можете сказать кали вот сайт блокуется али не в белорусской доменной зоне те есть гаранты того что про зананимайзер можно но это хороший вопрос который скорее всего адресован техническому специалисту потому что это опять же как мы видим такая борьба технологий когда вводятся определенные методы блокировки они опять же обходятся за счет каких-то технических средств еще пока не знаю я не слышал о тех вариантах блокировки ну по крайней мере там из доступных финансово которые бы не могли быть не знаю в общем которые нельзя было бы обойти ну тем не менее в любом случае в долгосрочной перспективе вот эта зарегулированность плюс возможность в любой в любой день одномоментно лишиться лишиться ресурса ну то есть быть заблокированными он создает скажем так охлаждающий эффект либо эффект самоцензуры то есть это эффект когда владелец сайта перед тем как публиковать какую-то информацию которая возможно вызовет реакцию либо других пользователей которые будут обращаться с исками против владельца ресурса либо публиковать информацию которая вызовет негативную реакцию государства и блокировку сайта скорее откажется от блокировки скорее откажется от публикации такого на жаль на жаль так заправду за многие годы вот уже усмотнение регулирования многие наши коллеги и я на вот у тем лику вельми часто оцениваю ситуацию с пунктом для немогичности санкций зато оценочий материал на жаль белорусские журналисты вымушены працовать в таких умовах а пошли приклад с новинами байки был молитва за Беларусь так званая и Адария Гуштын сделала выдачный репортаж про то как скликали менских учених на эту молитву как люди прямусово усили молиться за Беларусь разом с Лукашенком и на три дни фактично зник доступ до сайта хотя никто с державных органов отказности за неких блокованье не брал официйно никаких блокованьев не было хотя сами новинные баи терпели велизную ДОС-атаку в этот час безумовно можно сказать что это некие ИГИЛ террористы хакеры и так далее хотя я думаю что есть малая вероходность что кому здесь потребовалось рушить сервер новинный бай в деле того чтобы люди не прочитали эту информацию про молитву за Беларусь так званую ну да это это получается второй такой метод интернет-цензуры то есть вот эти ДОС-атаки которые на самом деле стоят вне закона и за них предусмотрена ответственность в том числе по уголовному кодексу Республики Беларусь но тем не менее мы пока не видели какого-то эффективного расследования вот этих случаев и мы не видели ну что ли адекватной реакции властей на вот эти случаи ну и на врате мы их видим потому что многие люди схиляются до певных меркований я не буду их обучивать но на врате мы вынки расследования вот этих доведаемся да да и еще один метод о котором можно говорить мы его видели пока только один раз и не очень понятно что это было потому что вообще лишение доменного имени имени это скажем не очень типичный метод интернет-цензуры то есть по крайней мере я его ну я с этим сталкивался только в Беларуси это ситуация которая была в начале года с онлайнером там естественно вопросы которые исходили из министерства министерства торговли да ну собственно и инструмент такой блокировки собственно все равно был применен исходя из контента конкретного сайта то есть не исходя из действий юридического лица офлайн а исходя из контента ну и собственно была ограничена информация ну словес там юридичная особа может быть и просочивается потому что хоть за все сайт зарегистрированный на юридичную особу питание в том что закон об СМИ и он не продуглеживает лишение доменного имя за например нарушение умов уганды правильно? ну я в первую очередь в этом вижу какой-то прецедент который заставляет нас более внимательно отнестись к тому что есть надлежащее использование доменного имени и каким образом белорусское государство в том числе оперативно-аналитический центр трактует вот это вот надлежащее использование то есть не будет ли опять же размещение какой-то информации которая противоречит национальным интересам нарушением такого такого рода правил используют махчима вот наши слова порушают некий державный интерес и завтра нас отключат Алексей так вот подводящие выники к этой частке я хотел испытать чего бояться и что делать? по поводу по поводу бояться наверное не надо бояться нужно просто что-то с этим действительно делать и как раз бояться мы можем только того что эта практика будет расширяться то есть сейчас больше 20 сайтов заблокированы но при этом среди них нет общественно-политических ресурсов то есть они там один из них там появился и через 6 дней исчез тем не менее это был сигнал для остальных то есть бояться нужно того что это будет какая-то массовая массовая блокировка общественно-политических сайтов это будет массовая ограничение это будет значить массовое ограничение свободы слова потому что каких-то эффективных средств защиты от такого рода блокировок я имею ввиду правовых средств защиты не предусмотрено то есть это достаточно произвольная процедура так как она прописана в законодательстве сейчас ну и если тебя уже заблоковали тогда ты можешь идти в суд и спрочаться с мининфармом правильно сделали на тени а мининфарм на протягу 24-го года просто блокируй а потом уже разбирайтесь сколько хотите плюс к этому вот эти судебные процедуры они так же не очевидны то как эта процедура прописана в законодательстве позволяет вообще развернуть эту жалобу оставить ее вообще без рассмотрения ну поколь таких прецедентов на кольки я веду не было конечно никто не хочет связываться с судебной процедурой которая имеет очень туманные перспективы когда можно просто удалить контент и пообещать больше так не делать ну покой что мы бачили выпадок когда доступ был одновлен хотя никто не дает гарантию что у себя это не верно доступ и минфарм так так можно прочепиться и контенту что выходом для этого были анонимайзеры прокси просмотки выхода блокировок это только один из методов потому что вообще нужно проблему в комплексе что проще 5-6 миллионов пользователей просто взять и установить прокси анонимайзеры и так далее каждый день пользоваться этими средствами либо все таки пора немного собраться и задать государству вопрос зачем все эти инструменты которые все равно могут быть что ли которые можно обойти и которые не будут работать так как они задуманы при этом создают множество препятствий и в первую очередь препятствий для свободы высказывания и для приватности онлайн мы сегодня задаем державе и задаем вельми часто а как вы убачить это понятие собраться и задать пытание я опять же за комплексную политику в отношении интернета не политику регулирования а политику то что называется управление то есть когда это управление основано на взаимодействии всех заинтересованных лиц то есть всех заинтересованных корпораций социальных групп и так далее то есть когда пользователи высказывают собственно свой интерес телекоммуникационный сектор свой интерес собственно государство тоже говорит о том какие интересы преследуют они в регулировании и на основе какого-то баланса создается политика в отношении управления интернетом то есть не делается не строится регулирование через запретительные меры но создается что ли это рамка для существования экосистемы да я зараз заплачу потому что все что вы кажете у нас отбывается с точностью на 100% на дворах ну на самом деле мы кажем про необходность громадского регулирования а с минулого года вот у нас жесткое державное регулирование доступа до интернету веду что Лоу-Тренд имел контакты со спадером Миклашем Харашци и частка рекомендаций вошла в доклад его калиласка можно несколько слов про это скажете что рекомендует европейцы белорусам белорусской технологии в голене интернет технологии в уголе в голене интернета свобода интернета да действительно вопросы свободы высказывания в интернете и вопросы приватности в интернете они подпадают во-первых под действие сразу нескольких международных правовых инструментов соответственно тех международных органов которые следят за их выполнением и в том числе эти вопросы поднимаются на уровне совета по правам человека в частности Микола Шхарасте который является специальным докладчиком по ситуации с правами человека в республике Беларусь последний его доклад как раз посвящен вопросам свободы высказывания как оффлайн так и онлайн и там он поднимает проблему цензуры в интернете и проблему приватности в интернете так вот что касается проблемы цензуры в интернете нельзя говорить о том что есть свобода высказывания какая-то отдельная свобода высказывания для оффлайн и отдельная для интернета то есть это эти принципы они являются общими независимо от площадки независимо от технических средств журналистов и 20-х годов вот как мы с НУЕМ мы и занимаемся лабиеванием свобода высказывания на любых пляцах соответственно рекомендации они тоже достаточно простые и достаточно общие то есть привести регулирование интернет-пространства в соответствии с принципами которые заложены в международных правовых документах то есть привести их в соответствии с теми обязательствами которые Беларусь добровольно взяла на себя подписав тот же международный пакт о гражданских политических правах Что бы это дало Беларуси? Максима нас не тащено никого выглядеть что бы свобода в интернете дала Беларуси? Я не буду говорить про те условия которые будут при этом для бизнеса но что касается свободы высказывания естественно это одно из основополагающих прав человека и общество не может существовать без свободы высказывания то есть это будет уже мы его не сможем назвать ни демократическим ни свободным соответственно белорусскому обществу это даст многое это даст возможность для в том числе политического плюрализма для того чтобы поднимать наиболее важные общественные проблемы и обсуждать их свободно без оглядки на государственную цензуру государство это тоже будет давать определенный срез и общественного мнения и интересов различных групп которые живут в Беларуси ну в Бажевогле вельми часто привозят такий классичный приклад Черновыля ситуация когда СМИ были целиком подконтрольные держави и благодаря этому люди доведались про погрозу радиации вельми 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 значительно позднее чем мусили доведаться это классичный приклад как бы классичный выпадок когда несвободность СМИ нанесла великий урон и громадству и державе и людям и до этого часа мы отчуваем многие наши одногодки наши старые наши батьки наши дети будут отчувать простое что своячасовая информация не трапила до людей хотя мусила трапить до вас обо двух вопросов будем уже завершать нашу размову с первого студента держава мусить заховывать информацию про те сторонки которые вы наведали вы будете не эту информацию хавать коррестаться ананимайтерами некими прокси ну вас не бентежит что держава будет видать все сайты на которые вы зашли Михаил то есть держава будет видать что читает Михаил Дорошевич в обед и вечер и что он читает по выходным и наоборот вы читаете не то что им подобает скажем так нет вы не боитесь нет Алексей хороший вопрос но я все равно пользуюсь подобными инструментами хотя бы из того чтобы ну как то приучить себя к той же медиаграмотности и исходя из того что я все таки придерживаюсь принципов анонимности в интернете я придерживаюсь принципов свободы высказывания я не хочу чтобы за мной подглядывали из-за занавески точно так же как люди вешают шторы на окна точно так же мы имеем право на анонимность онлайн что вы будете робить что вы робите для меня это довольно острое пытание с первого студента я выполнен что держава ну это мое переконание я не ведаю это так это не так это моя думка я думаю что держава и ранее сочила за теми циншими наведывальными кто куда ходил но с первого студента это будет для всех и будет заховывать официально эту информацию я не зусим хотел бы такая информация заховывалась не тому что я хожу на экстремистские сайты всегда вот колено вот и хожу на экстремистские сайты ну и что что я хожу у нас же свобода читать это не заборонено но с другого но с другого боку например многие организации которые работают нелегально и могут в Беларуси трапить 193 криминального кодекса за працу без аккредитации без регистрации в Беларуси и они например уже будут мягчимость трапить под этот артикул навод просто за то что они будут обновлять свой сайт чтобы некое там товариство собаководов незарегистрованные у них там есть свой сайт и когда человек уже обновляет свой сайт держава бачить у него есть доказы что этот человек мает дочинение до этого нелегального товариства собаководов и можно смело завозить криминальную справу таких криминальных справ у нас несколько было в Беларуси в 93-м артикуле мы паим то ему молодой фронт, партнерство и инш организации вот тому для меня это пытание если хочу я показывать державе вот куда я хожу а что робить, когда я не хочу показывать, есненький? я не грамотный человек не не грамотный человек можно сказать? есть определенные инструменты кстати, если воспользоваться поиском то как раз можно их все найти то есть VPN, прокси и так далее но если говорить о том, что что-то поменяется как раз в этой сфере с 1 января то как раз для тех дел которые перечислены были мало что поменяется потому что система слежения в интернете она уже отстроена и отстроена давно то есть как минимум правовые рамки выстроены очень-очень давно ранее держава могла санкции прокурора сочить за любым человеком в межах проверки криминальной справы и так далее в интернете все по-другому в интернете это средства оперативно-розыскных мероприятий средства, которые устанавливаются за счет провайдеров и которые используются спецслужбами без участия провайдеров провайдеры не имеют права ни указывать какие именно это средства не имеют права указывать как они используются и они даже насколько я понимаю эту систему они даже не знают в какой момент и за какими пользователями следят поэтому поэтому говорить что что-то поменяется если опять же применительно к статье 193 прим мы не можем это уже система с которой нужно что-то делать по крайней мере вводить какие-то инструменты общественного контроля либо инструменты контроля со стороны независимых органов которые будут следить за тем чтобы эта система не использовалась ну в Беларуси это малореально что незалежные органы будут за чем-то тресочить мы сами с вами ведем как это выгодно но мы должны говорить о том как должно быть ну безумно безумно на жаль только наши слова не за все до почеты Михаила ну и еще про использование этих инструментов я бы все-таки связал с контентом потому что опять-таки вы наверняка сталкивались на таких популярных видеоресурсах как YouTube или на каких-то других телевизионных каналах онлайн в которых есть ограничения для распространения этого контента на территории Беларуси в силу опять-таки ну авторских правов хотя бы авторских прав ну будем считать прежде всего авторских прав хотя конечно с точки зрения экономической вторая часть это экономическая то есть неинтересный неразвитый неразвитый до нужной степени рынок соответственно почему настолько популярны и развиваются сервисы в мире и потому что существует не только Китай потому что многие люди хотят иметь доступ к какому-то контенту который недоступен в их странах естественно этот контент можно получить доступ используя VPN и прочие инструментарии то есть с точки зрения медиаграмотного пользователя конечно этот инструментарий если вы хотите что-то получить больше и что-то которое недоступно потому что страна находится опять-таки правовых рамках да потому что такого уровня сервисов как Netflix ну вот их очередность или Spotify когда они придут в Беларусь ну это все-таки другое должно быть рынок это другое должно быть количество денег соответственно инжен сервисы да а люди хотят иметь доступ к этому контенту есть прекрасные сервисы тому мы будем скачать нашу онлайн конференцию мы по раннейшему настояем что интернет и в окле свободы слово повинно быть свободной как бы навод кали мы маем махчимасти коррестаться этими сервисами и так далее это не вызволяет державу от обовязков забеспечивать нам свободу выказывания это зазначено в многих документах в первую чергу Конституции Беларуси а летом не меньше с первого студента выходим в такую ВПН эпоху может быть а может быть и нет поглядем может быть ровно празд год 5 листопада наступного года кали мы зновку будем казать станем за журналистику мы эту тему уздымем ну а на завершение нашей онлайн конференции я хочу подяковать всему кто был с нами по той бок онлайна и хочу подяковать Алексею Козляку представнику Центра правовой трансформации Лоу Тренд и Михаилу Дорошевичу керавнику проекта Гемиус Беларусь и у нас есть для вас невеличкий подарунок таки подяков за удел у нашей онлайн конференции вы ведаете что символ Беларусской ассоциации журналисту неформальные таки это жаба потому что баш когда назад перевернуть будет жаба у нас бачите тут повсюль жабы и мы вам так само хотели подарить память про нашу онлайн конференцию таких жабок и когда из всем будет тяжко в интернете и не свободно то можно хотя бы протестовать крышечку протестовать Дякую шановные глядачи эта запись будет доступна худким часть у нас на сайте его можно будет несколько раз еще раз поглядеть проанализовать можно безумовно цитовать некоторые моменты с этой конференции и по вынеках я объясню свои материалы Дякую великую и будем сподеваться на свободу в беларусском интернете Дякую все цикавые моменты свободы там из законов СМИ поинше добре ну и Мартин да 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 конечно вот так что вы лизны дякую будем будем спробовать наш сервис раскручивать остановить запись вот коли хочет я могу вам забить кавы горбатые великий коли нет а ты можно просто опразднаться и заходить до нас в любых